И как вы помните, я уже в третий раз проповедую на основе рассказов в первом Самуле, из первого царства. И там есть разные рассказы, и они выглядят как сериал телевизионный, и когда ты смотришь и понимаешь как один связан с другим, но из-за того, что это Божье Слово, нет вообще возможности, что тебя это чему-то не научит. Иногда Божье Слово учит нас таким образом, который мы не ожидали. Возможно, я говорил про это, у меня несколько лет назад было такое состояние, когда я не знал, что мне делать. И когда я не знал, что мне делать, даже откуда брать вдохновение, что читать, я просто открыл книгу Божье Слово на том месте, где попалась. Попалась на Паралепоминоне, и в Паралепоминоне как раз перечисление, что этот родил этого, и просто телефонная книга была. Как ты читаешь, раньше были такие желтые страницы, и ты читаешь сплошные имена. Я читаю, перечитываю эти имена, и я знаю, что мне делать. Потому что есть силы в каждом Слове, в Божьем Слове. И не просто так, царь Довид сказал, что Слово Твою святильник на Геме. Но когда мы изучаем имена рассказы из первого царства, там есть очень много коротких, но очень глубоких рассказов. Я сейчас читаю из первого царства, с третьей главы, у кого есть Танах, следите за мной. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас. А Шмуэль лежал там же, в храме, недалеко от комнаты Илия. Он был ему помощником. Он был помощником Илии, и Илия в то время был уже пожилым человеком. И он сидел в такой, в соседней комнате, прислушивался. Вы слышали такой фильм? Вы видели фильмы «1 плюс 1»? У помощника был такой аппарат, когда он слышал, как параллизованный человек дышит. «1 плюс 1» не видели? Очень хороший фильм. Неважно. И Самуил очень постоянно старался быть рядом и прислушивался даже к дыханию Илии. И написано «Господь воззвал к Шмуэлю». И он отвечал «Вот, я побежал к Илюю и сказал, это ты меня звал?» Он сказал «Я не звал тебя, пойди ложись». Он пошел и лег, но Господь в другой раз воззвал к Шмуэлю. Он встал и пришел к Илюю вторично. «Ты звал меня?» Мы помним этот рассказ. Азлефниш, аня перемеших в этот рассказ. До того, как я продолжу этот рассказ, Аня хочу опять вернуться к Ханни. помните мама Шмуэля у ее мужа была еще одна жена Пнина мы не знаем когда это произошло что один мужчина мог брать несколько жен но в этом случае толкование говорит таким образом что Хана была первая жена она была бесплодная и из-за того что Хана была бесплодная она сказала своему мужу возьми другую жену которая сможет дать тебе детей так же как наша промать Сара сделала это в свое время и вдруг так получилось что у Пнины стало много детей и она возгортилась над Хана и стала ее унижать и так же как почувствовала Сара себя так же Хана почувствовала себя сломленной и это продолжалось несколько лет но что-то очень интересное когда она признала свою слабость в ее смирении Бог благословил ее я расскажу вам один рассказ из более современного времени я услышал этот рассказ от пастора общины в Твери Клодда и Загури несколько человек из вас его знают я очень уважаю этого человека он рассказал что несколько лет назад он был на одной конференции в Сингапуре это была конференция лидеров общин и он поехал на эту конференцию в очень сложном состоянии здоровья и кого-то пригласили одного из пасторов какой-то общины на сцену для того чтобы он говорил и этот парень приблизился к сцене и Сальто сделал и все такие восхищенно говорят вау какой ты сильный и может быть даже словом он сказал так очень красиво и Клодд сказал я забыл он думал я расчаствовал я расчаствовал я не вернулся я не вернулся в любом месте и тогда Клодд когда слушал и созерцал все это он подумал про себя я просто полный ноль я ничего не стою кто из нас иногда так чувствует себя и именно в это время когда он себя так почувствовал Бог проговорил к Клоду так же как он проговорил к Хане так же как он проговорил к Саре так же как он проговорил к Мириам маме Ишуа я прах и пепел в Господи моем я укреплюсь я хочу вам сказать это нормальное состояние что иногда к нам приходят такие мысли слабости и когда наше состояние просто мы себя чувствуем что мы полный ноль но если мы признаем наше положение то Бог укрепляется возможно это не случается в один момент но мы потом научимся как распределять времена в последнее время есть такая стала популярная профессия коуча и все коучи которые себя рекламируют через фейсбук или ютуб говорят запишись на мой курс я научу тебя как быть сильным преуспевающим или купи мою книгу и ты через несколько дней раз богатеешь во-первых богатство это дар с небес и быть преуспевающим бизнесменом или богатым человеком это плата душевная потому что таким людям нужно много вкладывать в разные вещи и не у каждого есть способности и дар для этого возможно что-то да можно выучить но вообще к таким вещам нужно чтобы было призвание и слово я сделаю тебя сильным сильным может быть по мере этого мира но не всегда мера этого мира это то что священные писания нам советуют и вот то что мы учим от ханы способность быть смиренными и идти в том направлении в котором бог тебя ведет и мы видим множество примеров священных писаний например Тамар Фамар помните женщину по имени Фамар она знала что она должна принять семя и присоединиться к этой цепочке родословной народа Израиля она знала что она идет на риск когда ее могут побить камнями они могли сказать ее это женщина из дома Иуды стала проституткой ее просто нужно забить камнями сожгем ее это то что Иуда тогда сказал когда ему сказали что твоя невестка стала беременна ему говорят давай ее сожгем но ее смирение и смелость и направление произвели чудо Рут 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 Моавитянка из народа Моава Народу Израиля 10 поколений нельзя было приближаться к Моавитянину но она подумала по-другому она поверила она поверила смирение и понимание и направление изменяют состояние оба оба шел Шмуэль Элькана Элькана отец Самуэла очень сложно понять откуда он вообще был Медрэш 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 нам говорят что он был из сыновей Коррэха то есть он занимал высокое положение среди колен Израиля помните Коррэха который пытался скинуть с власти Моисея был очень умный человек и он произвел революцию попытался это сделать и написано что вся семья была сначала с ним но потом написано что впоследствии его сыновья отошли назад и сказали нет отец ты поступаешь неправильно очень важно признать проблему если он не всегда говорить я вот должен если ты видишь грех продолжать этот путь нельзя а если кто-то из твоих любимых находится в грехе и не хочет тебя слышать то отойди от него эти сыновья Коррэха сделали этот шак они отошли отец в псалмах очень много есть псалмов которые написали сыновья Коррэя и говорят что Элькана был один из потомков Коррэха из-за того что он был с колена Леви это объясняет то почему у Самуила было право служить в храме потому что Леви там можно было находиться внутри не быть великим пересвященником но да служить в храме и традиция рассказывает что когда Шмуэль приблизился к храму к Завета и начал служить вместе с Ильем он научился тому что значит поклонение пророчество и в принципе все плоды которые мы видим в жизни Шмуэля это результат смирения его мамы если мы поступаем смиренно это в общем очень мое меухад мешпи это особенным образом влияет на наших детей и на детей наших до того как я еще буду говорить про Самуэля я хочу напомнить то чему он учил две недели назад это два сына Ильи Хафни и Пинхас Хафни и Пинхас но они оба выбрали другой путь и поэтому даже если у тебя есть призвание и если на тебя смотрят и говорят вау это особенный человек если ты отходишь от пути скорее всего что Бог да может тебя подвинуть знаете какое значение слова грех промахнулся мимо грех это промахнуться это не что сделать очень против Бога есть другие виды это преступление и вина это когда ты поступаешь против законов Божьих но грех это небольшое отступление но если человек оправдывает себя в небольших отступлениях то отступление становится настолько большим что человек сам может не понять как он оказался в таком месте я не думаю что Хафни и Пинхас самого начала стали делать большие глупости но начали небольшие отступления и мало помалу твоя душа становится тяжелой и ты уже не чувствуешь что согрешил это точно так же как с нашим языком многие из нас когда пришли к вере получили очищение уст но потом после некоторого времени в общении с верующими вдруг слышали что можно использовать лексикон прошлой жизни немножко и когда только начали они увидели насколько они быстро спустились вниз маленькое отступление приводит к огромному отступлению и Бог через этот пример показывает нам что он также может отодвинуть человека от его призвания если он отходит сам и он найдет на его местах кого-то другого есть очень древняя песня песня мне на русском эта песня на русском языке мне она нравится может быть кто-то слышал эту песню в церквях я полностью не помню но там такие слова ты воздержался от труда но кто-то со стороны духовной ревностью горя достойно занял твое место кто-то помнит такие нахон очень старые наверное я очень старый суперстарый помнишь как Брежнев говорил суперстар я стар стар прям супер стар я найду нам эту песню классная песня Бог может подвинуть человека который по своему желанию продвигается в грехе и не важно какого положения этот человек занимает мы видим что этих двух потенциали они должны были стать великими священниками но Бог отодвинул их и вот Шмуэль маленький мальчик который растет шама эль услышал Бога так можно перевести его имя или что Бог услышит его или что Бог услышит его или Бог услышит каждого который положительно смотрит например Самуэль так можно стелковать его имя если ты Ты, хотя тебя зовут не Самуил, не Шмуэль, обещаешь Богу ходить в его страхе, то Бог услышит тебя. Шмуэль, Алев, Шалош, Пасук Чаесры, Ани Коре. 1 Царств, 3 глава, 19 стих. И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его неисполнившимся. И узнал весь Израиль от Дана до Беершевы, что Шмуэль удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в шило, после того, как открылся Самуилу через слово Господне. Мы видим, как мало-помалу положение Самуила как пророка и судьи в народе Израиля растет. И написано здесь, что все услышали и узнали от Дана до Версави, что это и есть пророк Господень. И здесь я хочу сделать небольшое замечание. Иногда раньше мы слушали больших харизматических проповедников. И иногда они пророчествовали. И говорили, о тебе он слышит весь мир. И говорили, ерунду, естественно. Но такие слова, они очень приятные, и людям нравится их слышать. Бог выбрал, что Самуиле услышит не во всем мире, но от Дана до Версави. И что нам это говорит? Очень важно, я хочу сказать то, что я уже сказал несколько раз. Нужно найти свое место. Возможно, тебя услышит только в районе твоего дома. Или на твоей работе. Это не важно. Это не важно. Важно знать, что Бог хочет от тебя. И если ты сделал это в максимальной верности, то ты исполнил то, что Бог ждет от тебя. Нам нужно сделать то, что Бог избрал для нас. Я продолжаю читать. Шмуэль Алиф, парк 4, шнии псуким харишоним. Первая царств, 4 глава, первые два стиха. Была напряженная ситуация с филистимлянами. Я в Израиле живу с 1990 года. Всегда с этими филистимлянами есть какая-то перетерка. Это прям не новости. И выстрелились филистимляне против израильтян. Произошла битва. И были поражены израильтяне-филистимляне, которые побили на поле сражения около 4 тысяч. Мы один раз сделали тур-поездку с Андреем Гельбетом. И он объяснил нам, что в Израиле есть очень древние дороги. Даже шестая трасса, мы думаем, что это очень новая трасса, но это не что-то новое. Это написано... Дорога царей. Квиш-шетая, квиш-решон, это квиши מאוד-медотатики. И вторая и четвертая трасса, на самом деле, очень древние. Есть в Израиле трассы, которые раньше были дорогами, выстроенными 2, 3 и 4 тысячи лет назад. И Израиль, безмонима эллу, а якмо маком шел шибур. Потому что Израиль в то время через него соединялись от кола кивуним ми Индия, ми Африка, лекивун Асия в Европа. Страны, это был как переходный путь между странами Индии, Европы, Азии. Айом есть милак азе хаб. Есть сегодня такое слово, как это называется. Хаб. Ледугма, Туркия, кшав, кмохаб, о Дубае, кмохаб, кола тисот магиот ли шама, и вшар леколь маком лацет мишам. Есть такое слово, как хаб, я не знаю, как это перевести. Что? А, узел. Ну да, то есть это какое-то место, через которое, как центральный аэропорт, через которого можно вылететь во все другие страны. Время пандемии, а коли я сагу, рак туркин патхуэта Истамбул, вху льет хаб. Во время пандемии все аэропорты международные были закрыты, кроме турецкого аэропорта в Истамбуле. И через него были все рейсы международные. Аз ото давар, и вот то же самое, ми ше шолет ала хаб, тот, кто властвует над этим узлом, аз у шолет аль медина. Он, в принципе, властвует над всей страной. Аз афилу ше плещтим, ба офен макури, гарим шам, ба аза, в коль а макомота элу, рафия, хан юнис, и хотя филистимляне жили в Газии, рафия, хан юниси, и мэм ают офси мэзишу хаб, если они захватывали какой-то хаб, узел, афилу ба изор Тел-Авив, о ютер Цафона, в районе Тел-Авива или северний, тогда Израиль был отрезан от бизнесса, от всяких торговых связей, потому что они закрывали все это. То, что сейчас на войне делается, это делают и американцы, и русские, и китайцы. Литвос эйзи шухаб, бишвили, от кола балаган шам, им ахутим, ба, ба, кроксим, минасим литвос эйзи, эти хуситы пытаются парализовать, допустим, движение в Красном море, это то, что они пытались сделать. Это забрать этот узел. Азэйта милхама, כל הזман, Исраэль эмар ловэ, мы милхамим аплештим, и постоянно была война, Израэль противостоял, и они воевали с филистимлянами. Вэ, они пашют, ручэлла гид, шэ, амахшива, зот, мэот, эфшар лэфэрэш, этэу мысль можно аллегорическим способым, им хав шэл навшэйну, что если узел нашей души, шолэт ал ядэй плищтим, захватили филистимляни, махшивот шэлла олам азэ, то есть мысль этого мира, гава, гордость, и мы недостаточно сбалансированы, и не можем сражаться против этого захвата, то мы проиграем, и здесь написано, что филистимляне убили 4 тысячи израильтян, если мы прочитаем читать, а с Исраэлем амру, я лабо, никах эт, арон кодеш, навиле мелхамаза, я зор лану, тогда израильтяне сказали, давайте возьмем ковчег завета, и пойдем с ним на войну, это то, что спасет нас, но падение было еще более масштабным, и еще 30 тысяч погибли, и аллегоричным способом мы также можем научиться кое-чего, если у нас нет обязанности посвящения, то даже ковчег завета нам не поможет, если мы, как верующие, просто опускаемся к греху, и потом мы хотим делать манипуляции, есть ли танах, есть ли тфилот, это не поможет, мы заплатим цену, и очень-очень важно стоять в требовании Господа и в Его святости, написано, что без святости никто не увидит лица Господа, и мы видим, что забрали ковчег завета, и его забрали потом филистимляне, и после того, как филистимляне получили наказание, за то, что они держали у себя ковчег завета, Бог сделал так, что его отправили назад, но народ Израиля все еще был упрямый, и вот это вот выражение, что они открывали зависть у ковчега, и смотрели туда, это было как будто, похоже на то, что они могли посмотреть на Бога, это гордость, когда ты говоришь, что я похож на него, это то, что написано о Люцифере, он говорит, я взойду выше звезд Божьих, и написано, что ты упал в преисподнюю, это то, что произошло там, но потом мы видим, как начало развиваться служение Самуила, и он научит народ, говоря, что если вы оставите служение, Астарте и Ваалу, все вернется в правильное состояние, в первом царстве, в седьмой главе написано, «И пришли жители Кириад Яарима и взяли ковчег Господа и перенесли его в дом Аминадава, за холм, а Элизара сына его посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа». И написано, «С того дня, как остался ковчег Кириад Яариме, прошло много лет, времени лет двадцать, и обратился весь дом Израиля к Господу». Я уверен, что вы видели такое. Бен Адам היה хай в церкви не плохой, и вдруг он покаялся, и вдруг он покаялся, и он может говорить, что со мной то и то произошло. Все говорят, «Аллилуйя, слава Богу». И через два месяца человек вернулся туда, откуда он пришел. Мы видели такое, и в нашей общине тоже. И написано, «Весь народ обратился к Господу, и прошло лет двадцать». «Вещи не происходят вот так вот». Есть изменения, но это изменения требуют времени. И это требует постоянства и верности. И иногда мы проходим разочарование. Но в этот момент концепт Самуила может помочь нам. Слушать Божий голос. И знать, что он также слышит тебя. Возможно, вещи не происходят в тот же момент. Но ты изменяешься изнутри. И это не очень важно, какое действие ты делаешь, маленькое или большое. Но если кому-то рядом с тобой комфортное и тепло, и он чувствует внутреннее тепло, то значит ты в правильном положении. И вот Шмуэль. Бог его использует, и его молитва покрывает и защищает народ. Но и у него есть проблемы. Кто помнит проблему Самуила? Что-то не сработало там, у него тоже с детьми проблема. Как и у Ильи, у него также было два сына. И здесь я возвращаюсь к тому, что я уже говорил. В воспитании детей это только Божья милость. Но мы свою часть должны делать. Говорить постоянно детям, это хорошо, это плохо. И это монаши 10%. Но остальное это только Бог может сделать. Но мы видим, что Бог принимает очень на себя, очень особенную цель. Он помазание делает двоим царям в Израиле. Он крывает дверь к приходу Мессии в будущем. Возможно, не все происходит так, как он ожидал. Помните, когда народ просит царя, он сначала не хочет, говорит, вы отвергаете своего Бога, потом он в конце концов соглашается и помазывает царя. Но мы видим, как Шмуэль, тот, кто слышит Бога, может влиять на людей вокруг. Я хочу завершить. Слышать Божий голос. Анува. Смирение. Знать, что Слово Божье это святильник для нашей неге. Зман. Эйна холопа от зман. Дברים ло צרихим таммид ликру маэр. И не всегда вещи будут происходить быстро. Абал, таммид есть при анак мениманут в Анува шелану. Но наше смирение и наше терпение, верность, всегда принесет добрый плот. Бешево от Аббат мы также продолжим в последующей неделе учиться из Первого Царства. давайте мы встанем и помолимся вместе. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за это время вместе. Мы молимся, чтобы сверхъестественным образом ты продолжал делать в нас изменения. Чтобы мы были верными Твоему слогу. и я молюсь, чтобы наши сердца ты сделал, как у Самуила, способны мне слышать Тебя. Я опять таки благословляю и молюсь за всех наших солдат я молюсь, Господь, чтобы ты привел их в мир и в Твоем, Господь. Спасибо, Господь, что мы сегодня видим Богдану. и Женя, они не на своих базах. Мы молимся за Шлому на его базе в Шхеме. Мы молимся за всех солдат с нашей общины и за всех, со всех солдат, Господь сохрани их. И дай нам делать то, что мы должны. Башем Ишуа Масей. Ишуа Масей. Субтитры, 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 Продолжение следует...